Всем привет! С вами Виктория! Сегодня готовим пельмени. Согласитесь, что домашние пельмени намного вкуснее магазинных, а как их приготовить я вам расскажу в этом видео. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Приготовим тесто. Я буду замешивать тесто руками, но то же самое можно сделать с помощью миксера. В миске смешиваем 250 миллилитров теплой воды и одно яйцо. Добавляем одну полную чайную ложечку соли и одну чайную ложечку черного молотого перца. Добавляем 1-2 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем и добавляем половину муки. У меня 500 грамм, я добавляю 250 грамм, перемешиваю до полной консистенции, чтобы не осталось никаких комочков и затем добавляю оставшиеся 250 грамм. Перемешивая таким способом, тесто получается очень быстро гладкое и однородное. На данном этапе немного поливаем руки растительным маслом, припыляем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто на рабочую поверхность и вымешиваем тесто руками примерно 10-15 минут до гладкого и однородного состояния. Готовое тесто убираем в контейнер либо накрываем пищевой пленкой и оставляем отдохнуть на 15-20 минут. И пока займемся приготовлением фарша. Для приготовления сочного фарша желательно использовать мясо двух сортов. У меня говядина и свинина 50 на 50, лук, чеснок, соль и перец. 500 грамм мяса измельчаю в мясорубке. Можно использовать любое другое мясо по вашему вкусу. 2 луковицы и 3 зубчика чеснока нарезаю на средние кусочки, отправляю в блендер и измельчаю до состояния кашицы. Можно просто мелко нарезать. Лук с чесноком добавляю к фаршу. Фарш солю, перчу и вымешиваю руками. Если вы добавляли немного воды в фарш, то желательно фарш также отбить. Фарш готов. Тесто немного отдохнуло. Выкладываем его на рабочую поверхность и вымешиваем еще в течение пяти минут. Формируем колбаску. Отрезаем небольшой кусок от колбаски и раскатываем его в тонкий пласт. Затем с помощью любой вырезки, у меня это маленький стаканчик, выдавливаем вот такие кружочки. Убираем остатки теста и также их раскатываем. В середину каждого кружочка выкладываем примерно одну чайную ложку фарша и аккуратно защипываем пальцами по краям. И формируем вот такой пельменчик. То же самое проделываем со всем тестом. Из данного количества продуктов получается примерно 95-100 штук пельменей. Но все зависит от размера ваших пельменей. Заготовки пельменей выкладываем на поднос, присыпанный мукой в один слой, чтобы они не слиплись. И убираем в морозильную камеру. Затем достаем из морозильника, минут через 30-40 они уже хорошо подморозятся и затем их можно сложить в контейнер один на один. Но также их можно приготовить и сразу. Пельмени помещаем в кипящую подсоленную воду. После того, как они всплывут, варим в течение 5-7 минут до готовности. Подаем пельмени со сливочным маслом, со сметаной. Ничего нет вкуснее приготовленных своими руками домашних пельменей. Всем желаю приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!